Всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию открытия в кейсах, где мы продолжаем играть на моем сервере, ссылочка на них в описании, заходите и тоже тут играйте. Эта серия, ребята, специально для вас, потому что в предыдущей серии мы набрали больше чем 1000 лайков. А как я говорю в предыдущей серии, не могу выговорить то, что 800 лайков мы открываем 10 кейсов, 900 лайков мы открываем 15 кейсов, а 1000 лайков мы открываем 20 кейсов. Но 20 кейсов не вместе взяты, а каждый вид по 20 кейсов. Ребята, приготовьтесь, идите за попкорном, за кофе, за чаем, что вы там любите пить, за молочком и садитесь, будем сейчас их все открывать, потому что нам предстоит открыть 80 мать его кейсов. Это прям глобальное какое-то открытие, это прям охренеть, ребята. И сразу же хотел сказать, давайте за это, давайте еще раз, давайте еще раз так же сделаем. За это, то что серия сейчас вышла, за то, что мы открываем 80 кейсов и за то, что если вы хотите, чтобы в следующей серии мы также открывали 80 кейсов или даже больше, еще больше открытия, ребята, давайте мы наберем 1000 лайков. Если мы набираем 800 лайков, значит в следующей серии мы будем открывать 10 кейсов. Если 900 лайков, будем открывать 40, не, 15 кейсов, а если 1000 лайков, мы также будем открывать по 20 кейсов. И в принципе, вы просто-напросто выражаете свою благодарность за то, что я сделал видео и я также сейчас выражаю вам благодарность и делаю такое масштабное открытие кейсов за то, что мы все-таки набрали больше, чем 1000 лайков. За это, ребята, вам спасибо. И обращаюсь к тем, кто еще не подписан на канал, убедитесь, что вы подписаны, я буду очень сильно рад, если вы все-таки подпишетесь. Ну, 2 секунды, ребята, вниз немного на мышке колесиком, опуститесь и посмотрите, подписаны ли вы или нет, я буду очень сильно рад, если вы подпишетесь, я буду рад каждому новому подписчику. И, ребята, давайте приступим. Первый серебряный кейс. 20 серебряных, 20 золотых, 20 алмазных и 20 изумрудных. Открываем. Крутится, вертится, это будет очень долго, ребята, это будет очень долго, я не представляю, сколько мы будем открывать эти кейсы, но мне кажется, это реально очень большое открытие кейсов будет, и мы будем открывать это больше, чем, больше, чем полчаса. Но все же, первый покемон, который нам выпадает, это, это, это Шайни Мачоп, круто, давайте на него посмотрим, Шайни Мачоп. Второй кейс, открываем, давай, 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 крутись, я иногда буду вот так паузы ставить, пока это, это же открывается секунд 20, знаете, если вот так с каждого кейса по 12-13 секунд вырезать, то мне кажется, даже я скоротаю вот это открытие кейсов на какое-то время. И, в принципе, вам не так будет скучно это все смотреть. Второй кейс, ребята, нам выпадает Шайни Слоу Поша, Сла, Шайни, да, сразу же приступаем к третьему кейсу, открывается, я не знаю, кого бы я сильно хотел, я бы хотел, Шайни Литвик нам уже выпадал, кто там еще есть, дайте я быстренько так посмотрю. Шайни Фанпи, Шайни Джинс, я бы очень сильно хотел, Шайни Джинс нам еще никогда не выпадало, я бы очень сильно хотел, и Шайни Хорси, я бы тоже очень сильно хотел Шайни, ну еще один Слоу Поша, мать его. Так, вот он. А знаете что, я даже не буду их, давайте, знаете что, так, этих мы, давайте этих удалим, этих складываем. Знаете, что мы будем делать? Я буду только открывать, то есть, когда с кейса выпадает нам покемон, да, он не сразу добавляется как покемон, но нам выдается как итем. Он нам выдается как итем, поэтому я буду сохранять покемонов, которые у нас уже есть, да, зачем их еще 300 штук, ну, добавлять, да, может так сказать, если мы просто-напросто можем их сложить в сундуки и даже их не трогать. А будем себе выдавать, то есть, открывать покемонов с этих итемов, только тех, которые у нас уже есть. То есть, наоборот, тех, которых у нас нету, мы только себе будем добавлять, а те, которые есть, мы просто-напросто будем их складывать в сундуки, потому что нету по 300 одинаковых покемонов, да, мы просто-напросто будем себе тот же компьютер засорять. Ну что, еще один кейс. Давай, 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 я сильно хочу Шайни Джинс. Я не знаю почему, но мне она очень хочется, чтобы она выпала. Шайни Айп, нет, Шайни Айпом там был или кто это там был? Я как-то пропустил. Я бы... Шай... Ух ты, Шайни Желтик. Его мы, наверное, откроем, потому что... Давайте, сейчас. Он нам вроде только один раз выпадал, он, если честно, прикольный. Сразу же дальше. Так, кто нам сейчас выпадет, как думаете? Шай... Я там вижу. Шай... Опа, сейчас, 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 сейчас. И... Кто-то крутенький может? Опять твою ж фуражку. Сколько ты еще раз будешь выпадать? Ну что, давайте, ребята, еще один кейс. Опа. Ну давай, пожалуйста, хоть в этот раз. Это, ребята, уже шестой кейс. Это, друзья, уже шестой кейс. Давайте, сейчас мы откроем до десяти. И посмотрим, что нам все-таки выпадет. Шайни Сивадл там вроде был. Или кто это был? О, вот. Шайни Айпом, как я и хотел. Как я и хотел. Этого ставим сюда. Шайни Айпом, он реально красивый. Такой, такой, такой няшный, можно сказать. То есть, ну, розовенький. Тут светло-розовенький, вот тут Дефост. А тут темно-розовенький такой. Ну, прикольный, прикольный. Давайте дальше. Открывается, открывается. И кто нам выпадет? Шайни Тедюрса. Это даже круто. Я, ну, в какой-то степени рад. Потому что, если бы нам опять Шайни Слоу Поша выпал, и еще кто-то, было бы не так круто. А следующий кейс. И нам выпадает, еще крутится, вертится. Сейчас подождем, пока рандом там сработает. И все же, может, нам кого-то нормального даже выдаст. Кто? Кто в этот раз нам выпадет? Шайни Сайтер. Шайни С... Точно! Нам, ребята, еще никогда Шайни Сваблю не выпадал. И Шайни Винау там был. Да, это Шайни... Шайни Двибл, нормально. Шайни Винаут там еще вроде был. Но он уже нам... Нет, Шайни Винаут нам никогда не выпадал. Вот Шайни Двибл нам уже выпадал. Винаута я бы очень сильно хотел. Приступаем к следующему кейсу. Давай, давай. Открывается. Крутится, крутится. Останавливайся. Ииии... Кто нам выпадает в этот раз? Опять Шайни Мочок. Но он уже был, поэтому мы его не будем себе выдавать. Дальше. Следующий кейс. Выпадает. Выпадает в этот раз. Еще крутится. Подождем, пока это все докрутится. Иии... О, твою фуражку. Сколько ты нам раз будешь еще выпадать? Ладно, давайте следующий кейс. Сразу же. И... И... Шайни Старью я бы очень даже хотел. Шайни... Опа. Шайни Свайну. Разве он нам когда-то выпадал? Шайни Свайну. Может даже еще раз один... Нет. Может один раз он нам все-таки выпадал. Но я не помню когда. Ладно, давайте сразу же к следующему кейсу. И... И... Шайни Фанпи. Опять Шайни Свайну. Они с нас, если честно, сейчас издеваются. Я бы хотел Шайни Джинкс. Шайни Айпум нам уже выпал. Это уже очень круто. Потому что я его реально хотел, чтобы он выпал. Шайни Сваблю. Шайни Джинкс. И кто там еще был? Шайни Винаут. И кто-то там еще был. Шайни Старью. Я бы очень хотел. Хотя нет, не Старью, а... Нет, вроде Старью. Да, вроде Старью. Щаааа. Тедюрса. Опять Тедюрса. Опять вы нам выпадаете. Ладно, давайте сразу же дальше. Еще осталось 6 кейсов. 6 серебряных кейсов. И потом мы приступаем к золотым. Вот там-то, ребята, и начнется. Шайни Стартовики. А потом, если мы все-таки дойдем, то может и будут Шайни. Редкие покемоны. Такие, как... Нам никогда Ореолу Шайни не выпадало. Дратини, но это мы потом посмотрим. А что будет в изумрудных кейсах? То есть, в самых последних по счету кейсах? Я, ребята, не знаю. Там легенды, легенды и еще и раз легенды. Посмотрим, что там нам выпадет. Но... Шайни Гу... Ух ты, я бы очень Шайни... Точно, ребята. Там еще был Шайни Гулет. Шайни Пичу тоже очень круто. Ам... Да вы... Так, сейчас. Нужно, наверное, перезайти. Вот, ребята, я перезашел. Давайте мы посмотрим на нашего Шайни Пичу. Вот он, красавец. Фух. Дальше. 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 И нам выпал Шайни Магни Майт. И меня, твою мать, уже запалили. Нужно быстренько с этого места. Нужно быстренько домой тп ходиться. А, все, все. Тут меня уже никто не запалит. Потому что это мой бункер. Где меня вообще никто никогда не найдет. Это мой бункер. И сейчас вы уже не увидите, где я открываю кейсы. Что я делаю. Если вы такие любопытные, попытайтесь... Попытайтесь... Вот сейчас меня найти. Я не знаю, кто меня найдет. И кто вот сюда проберется. И спалит, что я на сервере открываю кейсы. Я не знаю, ребят. Я тому Шайни Мью Ту дам. Но вы попробуйте. Открываем дальше. Шайни Магни Май там уже выпал. Так, давайте, знаете что? Давайте мы еще быстренько ящики поставим. Вот, допустим, вот сюда. Сундуки. И будем сюда складывать тех покемонов, которые нам уже выпали. Но сейчас они нам не нужны. Открываем дальше. И... Шайни Пичу. Шайни Пичу опять нам выпадает. Я не знаю, зачем я радуюсь. Потому что Шайни Пичу нам уже выпал. Дальше. Выпадает. В этот раз. В этот раз. И... И... Останавливайся уже ты, зараза. Шайни Винаут пролетел. И Шайни Хорси. Ааааа. Ну кто же выпадет? Шайни Мачоп. Иди ты в пень, Шайни Мачоп. Так, ладно, давайте дальше. И... В этот раз. Шайни Абра, в принципе, даже... Нормально. Нормально, но я ее добавлять не буду. Потому что Шайни Абра нам уже несколько раз выпадала. Поэтому в этот раз я ее добавлять не буду. А еще остались два кейса, поэтому, ребята, мы уже начинаем открывать кейсы с шайни стартовиками Это у нас золотые по счету, золотые по принципе качеству кейсы, можно и так сказать Опять шайни Тедюрса нам выпадает, не будем добавлять, потому что это фигня, это как, ну я не знаю, синенькие пушки в кэске, да Когда вам с кейсов выпадают синенькие пушки, то шайни Тедюрса, ой, дайте-ка я Шайни Тедюрса и вот эти все шайни Абры, это можно сказать как синенькие пушки, поэтому они не прям ценятся В этот раз шайни Пичо опять нам выпадает, ну все, ребята, вот, они нам выпали, их мы выкладываем, все Ну что, так, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда, возвращайся Приступаем Золотушечки наши, открываем золотые кейсы За 20 кейсов, я надеюсь, нам сможет хотя бы раз выпасть шайни Маткип, потому что шайни Маткип нам еще никогда, ни разу не выпадал Ни разу, ребята, ни разу он еще нам не выпадал Шайни Ашавод уже выпадал Шайни Маткип, шайни Маткип это как самый лучший ножик в кейске, там какой-то статтрекерский, там вам бабочка выпадает или еще что-то Вот шайни Маткип это как какой-то практически, практически самый лучший ножик Шайни Тотодайл нам уже выпадал, поэтому сейчас я его не буду добавлять Шайни Тотодайл, что это за хрень была? Ладно, я как-то напугался, думал дюбнул вещи или что Будем надеяться, что все-таки шайни Маткип нам выпадет Но в принципе в кейске, знаете, иногда может повезти, что ты там один кейс откроешь и тебе там выпадет шайни Что тебе там выпадет какой-то офигенный ножик А потом еще раз, а потом можешь открыть 500 кейсов и тебе даже нормальная красная пушечка не выпадет Тут так же, тут так же в принципе И кто нам в этот раз выпадает? Шайни Пиплап, оууу Шайни Шавот опять нам выпал Я бы даже, если честно, если бы нам выпал даже Шайни Пиплап, я бы тоже очень сильно обрадовался Потому что Шайни Пиплап это как Шайни Маткип, но чуть-чуть хуже То есть, если Шайни Маткип это статтрековский какой-то крутой ножик, то Пиплап это просто крутой ножик, не статтрековский. То есть, тоже крутой и ценится, но не так прям, как Шайни Маткип. Но все же, было бы круто, если бы хотя бы кто-то с них выпал. Ребята! Шайни Маткип! Я об этом всю серию... Офигеть! Офигеть! Везло бы мне так в кэске, чтобы нам выпал статтрековский какой-то там бабочка-нож, градиент или там волны, штык-нож статтрековский. Офигеть! Я только что полчаса распинался и об этом говорил, что Шайни Маткип ценится как самый дорогой практически покемон. Потому что люди иногда даже меняют Шайни Маткипа, вот этого Шайни Маткипа они меняют на каких-то там самых офигенных легенд. Поэтому, ребята, это даже очень сильно круто. Ух, ребята, я рад, честно, я рад. Все, сразу же приступаем к следующему Шайни Маткип. Можно сказать, что только этот один Маткип, он может окупить вот это все открытие кейсов, потому что он реально дорогой и он реально ценится. Если честно, я рад, что он нам выпал, потому что вот этот, реально, вот только вот этот Шайни Маткип, он, в принципе, окупает какое-то количество кейсов. Потому что он реально очень сильно ценится, да, то есть очень такой... И Шайни Торчик тоже, кстати. Шайни Торчик хуже, конечно, в принципе, не такой крутой, но Шайни Торчик это даже очень круто. Это очень круто. Ладно, давайте мы быстренько сейчас вот этих выложим, которые нам сейчас не нужны. И выложим, выложим в печу, нет, выложим сюда печу и Торчика, но Маткипа я себе оставлю, ребята, это же все-таки Маткип. Ну, давайте дальше открываем. В этот раз нам выпадает, сейчас посмотрим, Шайни Тотодел нам уже выпадал, поэтому открываем сразу же дальше. И в этот раз нам выпадает Шайни Бульбасаур. Ну, не очень, честно, не очень, поэтому не останавливаемся... Не останавливаемся! Вашу с третьего раза я не могу выговорить слово, которое я хочу. Ребят, я извиняюсь, я не знаю, что со мной происходит. Три раза сказал, не останавливаемся. Вот, сейчас выговорил нормально. Ладно, дальше продолжаем. Открываем. Помните, я говорил, что Шайни Торчик это даже очень неплохо. Шайни Чимчар это еще лучше, чем Шайни Торчик. Я даже его себе возьму, даже открою его. И вот он, ребята. Шайни Чимчар это очень круто. Это очень круто, но все же мы не останавливаемся. И дальше продолжаем открывать кейсы. Мы уже открыли 29 кейсов. Сейчас будет 30. Следующий кейс это будет 30. Это офигеть. И нам выпадает. Шайни Матки пролетел. Прикиньте, если бы еще Шайни Матки выпал. Шайни Снайви. То есть, нормально, нормально, нормально. Но мы сразу же откроем. То есть, останавливаться на Шайни Снайви не стоит. То есть, ну выпало и выпало. Дальше. Ребят, это уже 30 кейс. Прикиньте, мы за одну серию обычно открываем по 12 кейсов. А сейчас мы уже открыли 30. И это еще даже не дошло до половины. Это реально очень много. Я, ребята, еще расскажу. Наверное, думаю, что эта серия все-таки заслуживает лайка. Еще раз повторюсь. Если вы хотите видеть следующую серию открытия кейсов прямо завтра. То есть, сразу же на следующий день. Шайни-то, да, нормально. То есть, если открытие кейсов вам все-таки нравится. И вы хотите видеть его хоть каждый день. Все, что от вас требуется, ребята. Я даю вам открытие кейсов практически каждый день. И прошу взамен только поставить лайк. Ребята, еще раз скажу. Если мы набираем еще раз 1000 лайков. Шайни-чар-модер, ну такое более-менее. Если мы еще раз набираем 1000 лайков. То следующее открытие кейсов выйдет завтра или послезавтра. И мы также будем открывать уже еще 20 кейсов. То есть, 20 кейсов по каждому кейсу. То есть, 20-20-20-20. Так же получится. Короче, в сумме мы будем открывать 80 кейсов. Ребята, если вы хотите еще раз так же, то прошу поставить лайк. Думаю, что это будет круто. Но сначала нужно хотя бы сейчас это все довести до ума. И открыть. Открыть до конца. Шайни-модгип опять пролетел. Шайни-сквесл. Более-менее, но все же мы открываем дальше. Крутись, вертись, принеси нам какого-то хорошенького покемона. С этого кейса уже лучше не может выпасть ничего. Кроме, ну... Не может ничего лучше выпасть Шайни-модгипа. А Шайни-модгип нам уже выпал. Поэтому, ребята, нормально. Шайни-тотодайл уже, в принципе, много раз выпадает. Шайни-тотодайл это, ну, такой среднячок. Ну, как, я не знаю, ну, какая-то средняя, даже меньше, хуже, чем средненькая пушка в каком-то там кейсе в кэске. Да, то есть, ну, так, более-менее. Не прям супер-пупер. Нормально так. И Шайни-оша вот на том же уровне, что Шайни-тотодал. Прям на том же, на том же уровне такой. Меньше, чем среднячок. Среднячок это... Среднячок это Шайни-торчик, Шайни-чимчар. Да. А потом уже идёт вот эти Шайни-модгип. Шайни-модгип, наверное, Шайни-модгип и Шайни-пиплоп. Вот, они на самом высоком уровне. Да, это как Шайни-шерман. И Шайни-тепик тоже. Шайни-тепик более-менее тоже. Он не часто выпадает. Шайни-тепик вообще не часто выпадает. Поэтому он тоже ценится. Тоже ценится. Всё же нам выпадать. Шайни-пиплоп, Шайни-тепик это... Красненькие пушки. Шайни-модгип это ножик. Или Шайни-... Не, Шайни-пиплоп это тоже ножик, но хуже, чем Шайни-модгип. А Шайни-вот эти тепиги это уже красненькие пушки. Шайни-чимчар и Шайни-вот эти тоже красненькие пушки. Шайни-снайви розовые может. Что-то в этом роде. Давайте дальше. И... Давай, давай, в этот раз что-то крутое. Ещё раз Шайни-модгип и тогда вообще можно уже заканчивать открытие кейсов. Потому что Шайни-тепик это... Не Шайни-тепик, а Шайни-модгип. А хотя Шайни-тепик тоже нормально. Я согласен, чтобы нам выпал Шайни-тепик. Я был бы даже рад. Потому что нам уже выпадает сейчас куча Шайни-тото-дайлов, куча Шайни-ашавотов. Шайни-бульбасары это тоже... Ну, не очень. Сразу же дальше. И... Давай! В этот раз ещё раз Шайни-модгип. Давай! Давай! Пролетел, значит уже не выпадет. Если он пролетел, значит уже не выпадет. Это как в КС-ке. Если пролетает... А хотя нет, ещё раз пролетел. Но всё же Шайни-снайви нам уже выпадало много раз. Так, где наши сундучки. Сюда мы складываем вот тех покемонов, которых мы добавлять себе не будем. Потому что они уже выпали. Вот так. Замечательно. И дальше открываем. У нас осталось ещё два золотых кейса. Потом мы приступаем к алмазным. И с алмазных кейсов нам уже будет... Может выпадать Шайни-реолу, Шайни-дратини, Шайни-вулкарона, Шайни... Кто там ещё есть? Шайни-сандил, Шайни-чикурита выпала. Так, более-менее. Шайни-сандил. И кто там ещё есть крутых? Шайни-глейгер нам может выпасть. Шайни-иви нам может выпасть. Ещё там вроде кто-то. Опять Шайни-бульбасаф. Это уже такие, ребят, видите. В последних кейсах это уже такое. Не очень пошло. Ну что, ребята. Приступаем к алмазным кейсам. Шайни-гасли там пролетает. Кто там ещё пролетает? Шайни-фосил покемоны пролетает. Шайни-аэродак, Шайни-лапресс. Вот, вот, ребята, сейчас. После этого кейса я скажу, каких покемонов я хочу, чтобы они выпали нам в этот раз. Или хотя бы, ну, я бы хотел просто, да? Давай. Шайни-лапресс. Шайни-лапресс я добавлю только для того, чтобы показать вам. Вот Шайни-лапресс. Крутой такой. Так, сразу же открываем. Кого бы я хотел, чтобы нам выпал с этих алмазных кейсов сейчас? Шайни-риолу, Шайни-дратини, Шайни-глайгор, Шайни-сандил. Шайни-гасли даже я бы хотел. Шайни-краиогонал. Шайни-кто там ещё есть? Шайни-метанг. Да. Шайни-белдум, точнее. Шайни-блисси нам уже выпадала. Шайни-ребята, Шайни-белдум? Ну, как бы вам объяснить? Давайте я сначала вот Блисси покажу. Вот Блисси. Шайни-белдум? Ну, это как Шайни-моткип. Ну, офигенный статрековский ножик там какой-то крутой. Умножить на два. Потому что Шайни-моткип, Шайни-моткип это круто. Но Шайни-белдум это в два раза лучше, ребята. То есть, это два статрековских ножика каких-то очень крутых. Реально. И также я бы хотел, чтобы нам выпала еще Шайни-зуруа, Шайни-магби там есть. Да, в принципе... Шайни... Ух ты! Ух ты! Шайни-глейгер! Ребята! Это круто! Это... Это очень круто! Нам сейчас как-то очень даже... В этом открытие кисов нам как-то пока что везет. Потому что... Шайни-глейгер, Шайни-моткип, Шайни-моткип, Шайни-там-торчики повыпадали. Шайни-чимчары повыпадали. Ребята, это даже очень круто! Шайни-глейгер это очень офигенно! Шайни-ликит... Ну... Не скажу, что он очень крутой такой. Более-менее, то есть... Может пригодиться, но не прям... Не прям какой-то супер-пупер. А почему Шайни, тот, кто не знаком с Пиксельмоном, тот, кто вообще не знает, что такое Шайни-покемоны, знает, что такое покемоны, но не знает, что такое Шайни-покемоны. Шайни-покемоны, в принципе, ничем не отличаются от обычных покемонов, но они дороже, ну, как бы, своей уникальности сейчас, Шайни-лапрос. Это как пурда... Допустим... Это как пушки в кэске, да, то есть... Статтрековские. Могут быть обычные такие... Ну, такие... Дорогие, да, то есть... Нормальные, обычные пушки, а Статтрековские в пару раз дороже. Также, также Шайни-покемонами. Обычные покемоны, ну, бывают обычные, не очень дорогие, бывают... Бывают, знаете, иногда даже бывают такие, что... Если даже покемон очень охрененный, но он дешевый, то есть, ну, он не очень такой ценится, да... А если он будет Шайни-покемоном, то он с самого нуля... Ну, как я сказал, не очень ценится, может подняться офигеть куда-то. То есть, Шайни-моткип, обычного Моткипа можно встречать... Ну, Пуригоша это такое, не очень... То есть, такой более-менее. Обычный Моткип не ценится вообще, его можно найти практически на каждом шагу. Его можно взять даже как стартовика. Но Шайни-моткип ценится как легендарный покемон. Не знаю, почему с нуля так подскакивает до легендарного покемона, только... Ух ты! Только из-за того, что выпадает... Ну, только из-за того, что он становится Шайни. Шайни-магби! Вы в курсе, что на сервере не существует... Мало того, что ни одного магби. На сервере не существует ни одного магби, потому что магби не спамится. В этих версиях он добавлен в мод, но он не спамится. У него нету спавна. У меня единственный, наверное... Ну, может кто-то еще открывал, но... Обычно магби нету ни одного на сервере. А Шайни-магби, я вообще молчу, это вообще нереально, чтобы... То есть, нереально, чтобы был обычный магби, потому что у него нету спам. На Шайни-магби это вообще офигеть. Но все же круто, что он нам выпал. Я, если честно, рад. То есть, Шайни-магби это прикольно. И он реально ценится. Ну, подождите, ребята, подождите. У нас еще осталось 12 кейсов алмазных уже, как их золотых. А потом мы приступаем к изумрудным. Вот там нас ждут легенды. Вот там нас ждут легенды. Ну, давайте посмотрим... Шайни-магби снять. Эта хрень нам выпадал уже много раз, он ни о чем. И кто нам выпадет в этот раз? Я бы очень сильно хотел тоже Шайни-хундура. Он прям так обычный... Офигеть! Вы в курсе, что под нами был Шайни-белдум? Самый дорогой практически покемон. Ну, как я говорил, это как будто два статрековских ножа. Самых крутых ножа. Он пролетел и остановился под нами. Это как в КСК вам выпадает синенькая пушка. А возле синенькой пушки пролетел статрековский ножик. Офигеть! Ладно. Может еще повезет, еще один скистов осталось, хотя вряд ли. Но сейчас посмотрим. И выпадает в этот раз... Ух ты! Ух ты! Шайни-сандил! Давай, давай, не лагай, пожалуйста. Вот, наконец-то. Шайни-сандил, это круто. Это круто. Это круто. Он ценится. Он ценится, потому что потом Шайни-крокудайл, финальная его эволюция очень, очень даже крутая. Очень сильная и очень ценится. Нормально. Это тоже прикольно. В этом открытие кейсов нормально. То есть, много уже выпадает нормальных покемонов в этот раз. А может это такая, знаете, заготовочка. То есть, мол, с таких, ну, не начальных кейсов тебе... Что нам выпало? Шайни-майшлакс опять хрень. Может с начальных кейсов выпадают вот такие нормальные более-менее покемоны. А потом в изумрудном кейсе, где будут легенды, нам вообще толком нихрена не будет выпадать. Будут выпадать там Забдосы, Молтресы, Мью и больше никто. Посмотрим. Еще осталось 8 кейсов. Еще осталось 8 кейсов. Сейчас посмотрим. С этого кейса нам выпадает Риолу и Лидротини. Опять Краеганал. Да. Давайте сразу же дальше. Сразу же дальше. Риолу и Лидротини. Они тоже очень ценные. Риолу и Лидротини. Лидротини именно ценные. Риолу тоже ценные, но может чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть хуже, чем Шайни-Риолу. Там все же они очень ценные. Давай, давай, давай. Шайни-белду пролетел. Пикачу! Что я сказал? Пикачу! Нет, я случайно это сказал. Выпадает Шайни Краеганал. Я его возьму, потому что Краеганал может нам и выпадал обычный. Но это Шайни, ребята. Это вообще офигеть. Как я говорил, может обычные покемоны они не ценятся, но когда они становятся Шайни, они очень как бы в цене возрастают и в принципе очень ценятся. Осталось еще 7 кейсов, если считать с этим. И в этот раз нам выпадает... Опять Шайни Лаприс. Не, это... Ну, во-первых, он уже был, а во-вторых, ну, он не прям такой ценный. Ну, ждем пока с этого кейса может нам что-то выпадет стоящее и нормальное. Давай, 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 крутись! Дальше, дальше крутись! Дальше! Там Шайни Багон был на 2... Шайни Блисси у нас уже была. Там чуть-чуть сверху был Шайни Багон. Это тоже очень ценный покемон. Он такой цвет лайма вроде, такой светло-светло-светло-зеленый. Он и красивый, и потом, когда он встает с соломенцем... Пуригоша у нас уже был. Пуригоша у нас уже был, это, ну, ни о чем, то есть. Ну, может, раньше, если я его не ценился, да, то сейчас он как-то, ну, вообще никакой, то есть. Его просто делают не для того, чтобы сражаться или продавать, его просто делают, чтобы, ну, кому-то там показать или сказать, вот у меня там есть Пуригоон и все. Так же, как и Шайни Дито, если нам сейчас может выпасть с кейса, да. Ух! Это заготовочка на следующую версию Пиксельмона. Потому что в этой версии Шайни Ларвитара у нас не... В этой версии нету, но он нам выпал. То есть, если сервер обновится, то у вас уже будет самый первый Ларвитар на сервере. И плюс там он Шайни. То есть, вы... Когда вы... Если подхватите тот удачный момент, когда сервер... Будет обновляться и переходить на следующую версию, когда это будет... То вы в тот момент будете, наверное, самым богатым человеком на сервере. Потому что Шайни Ларвитар... Ларвитаров то, по сути, немного будет, потому что сервер только обновился. Шайни Ларвитары это будут ценные, как... Как Шайни Белдумы сейчас. Так, кто нам выпадет в этот раз? Ах, твою нафиг. Шайни Блисси нам уже выпадало 3 или там... Может 5 даже раз. Хрен его знает. Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы посмотрим, что нам выпадет с двух последних кейсов. Я надеюсь, Шайни Рио и Шайни Дракини. Будем надеяться, что вот такие нам покемоны выпадут. Давай, давай. Или Шайни Хундур. Я бы... Или Шайни Белдум. Это вообще бы было прекрасно. Давай, давай, давай. И? И? Шайни Хундур проглетел. Нет! Опять конченый паригон. Вашу. Ох, все, последний кейс. Я закрываю глаза, ребята, в этом смотрите. Если выпадет Шайни Белдум, кричите. Или Шайни Рио или Шайни Дракини. Прямо кричите. Я жду. Все, я надеюсь, все. И можно уже открывать глаза. Я надеюсь, уже докрутилось. Ну что? Я не вижу, честно, ребята. Там, наверное, какая-то какашка, как обычно, выпала. Я сейчас тут... Ладно, давайте. Один, два, три. Ну, я с такой надеждой сижу. Волглаза закрыл. Сейчас открою. Там Шайни Дракини будет. Но опять конченый Шайни Манчжекс. Ладно. Это мы выкладываем уже. Этих покемонов мы уже выкладываем. И сейчас мы приступаем к легендам. Вот сейчас, ребята, у нас начинаются легенды. 20 последних кейсов. 20 последних кейсов. С легендами и Шайни легендами. Это, мне кажется, будет что-то эпичное. Потому что пошли Шайни легенды. Кто? Кого бы я хотел, чтобы нам выпал? Давайте этот кейс уже докрутится. Кто? Кто тут очень ценный? Давайте, пускай уже докрутится. Потом я скажу. Давай, 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 давай. Шайни Грудон пролетел. И... У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Шайни Рай-Гоу нам еще никогда не выпадал. Офигеть. Это... Он Шайни? Охрен не узнает. Я как-то не заметил. Да, вроде Шайни. Хрен его знает. Я как-то проморгал вот этот вариант. Вот этот момент, а не вариант. Но прикольно. Знаете, кого бы я хотел? Я бы, если честно, хотел даже обычного Грудона. Обычную Райквазу. Или Шайни Грудона, или Шайни Райквазу. Это было бы вообще охренеть. То есть, это нереально ценные покемоны. Шайни Грудон и Шайни Райкваза. Шайни Мьюту нам уже выпадал. Шайни Луге нам уже даже выпадал. Шайни Киогр нам уже даже выпадал. Кто? Кто в этот раз? Кто в этот раз? Райкваза пролетела, паскуда! Шайни Молтерес, это хрень. Я его не буду даже трогать. В принципе, я бы так же был рад, если бы нам выпал даже Шайни Селеби. То есть, он не прям какой-то там супер пупельский покемон, но я бы был рад, если бы он нам выпал. Но все же про Шайни на одну на одну полку Шайни Райкваза и даже с обычной Райквазой Грудоном он не станет. Ух ты, офигеть, сколько там Райкваз пролетело. И выпал обычный, выпала обычная Мью. Это хреново. Но все же, ждем следующего раза. Опа! Давай, в этот раз. Да, выпал Шайни Мью, в следующий раз выпал... Нет, выпал Мью, в следующий раз выпал Шайни Мью. Сейчас, наверное, выпадет обычный Мью, необычный Мью, а в следующий раз выпадет Шайни Мью, Райкваза, Грудон, пожалуйста, выйдите хотя бы в этот раз. Выйдите с кейсов в этот раз. Пожалуйста, я буду рад. Я буду очень рад. Райквазы пролетают, пролетают, Селеби пролетают. Грудоны пролетают, Шайни Киогры пролетают. Опять... Опять Мью. Мью хоть это и легенда, хоть... Я не скажу, что он ценный. Мне кажется, Мью никому не нужен. Хоть он и легенда, но... Попантоваться, да. То есть, смотри, у меня есть Мью. Он нихрена не делает. Его нельзя превратить в Мьюту. Он просто в меня есть, да. И это, в принципе, такое. Ни о чем. Райквазы пролетают. Так, Мью, иди в жопу. Шайни Мо... Даже обычный Молтрос тоже иди в жопу. У нас осталось еще 14 кейсов. Ребята, давайте, пожалуйста, что-то... Что-то попросим хорошенькое. Ну, выпади нам уже что-то. Крудон, Райкваза, мы тебя просим. Мы вас просим. Или Селеби. Селеби нам... Ну, вообще толком... Никогда не выпадал. Может, один-два раза. Один может. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Ты что? Ты жопа твоя делать-то будет? С этим Мью? Давай, 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 давай. Ребята, 13 кейсов осталось. Давайте попросим. Да-да-да, ладно. Я буду уже даже рад луги, и обычной луги, и шайни луги, но, пожалуйста, хватит. Хватит с Мью. Все. Нам больше Мью не нужен. Ни Мью, ни легендарные птицы, они нам уже больше не нужны. Твай. Это как в Кэске. Хочешь что-то нормальное, и буду тебе просто-напросто сыпаться. Синие, синие, синие пушки, и буду тебе только синие пушки сыпаться, и больше ничего. Твою мать. И шайни Мью. Статтрековская шайни, статтрековская синяя пушечка. Это прям офигеть. Мью. Ой, иди сюда. Так, сейчас. Мью это синяя пушка. Шайни Мью, это статтрековская синяя пушка. То есть. Вообще ни о чем. Пожалуйста. Пожалуйста. 11 кисов осталось. Выпадешь что-то стоящее, чтобы эти кисы окупились. Хотя бы обычный Грудон, или Райкваза, или даже Мугия, или Мьюту. Но хватит уже с Мью. Да не ты в пеньку, чайми. Следующий кис. Пожалуйста. 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 Сейчас. Ладно. Сейчас я промолчу. Я хотел вам что-то сказать, но сейчас я промолчу. И посмотрим, действительно ли это будет так. Я вам в конце, когда мы откроем все кисы, я вам скажу то, что я сейчас хотел сказать. Но сейчас я это не буду говорить. Я, наверное, знал, что так будет. Я, наверное, знал, что так будет. Опять же, твою мать. Я сейчас уже могу сказать, но я вам не буду. Я скажу тогда, когда мы дооткрываем вот эти все кисы. Я сказал это уже чуть раньше, если вы помните, что я в этом роде говорил. Но если не помните, я вам в конце открытия кисов скажу, что я сказал. И, в принципе, оно так и случается сейчас. Потому что я вижу только Мью и только Шайни Мью, которые выпадают. Нормально, а больше нам ничего не выпадает. Давай. Давай, 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 давай. Не, хрень. Хрень. Еще хуже, чем обычная Мью. Шайни Задус это еще хуже, чем обычная Мью. Потому что, ну, легендары и птицы в этих версиях уже не ценятся вообще. Легендары и птицы вообще не ценятся в этих версиях. То есть, они, мне кажется, если бы их бесплатно раздавали, то толком бы никто не взял. Хотя, ну, может, бесплатно бы взяли. Так же, как и Шайни Молтрас. То есть, Шайни Задус, Шайни Молтрас и вот эти все остальные легендарные птицы, это хренатень полная. Так же, как сейчас уже и Мью и Мью Ту. Я вижу, что они просто-напросто... Нет, Мью Ту вообще нам не выпало. Только, не выпало только Мью и Шайни Мью. Пожалуйста. Шесть последних кейсов. Ну, иди в сраку. Пожалуйста, все, я обиделся. Все, я обиделся, ребята. Все, с меня хватит. Все. Крутится. Вроде остановилась. Кто там выпал? Шайни Мью Ту! Да, да, все. Это уже более-менее. Шайни Мью Ту это нормально. Шайни Мью Ту это более-менее круто. Да, давайте даже его откроем и посмотрим. Шайни Мью Ту... Покажись. Да! Шайни Мью Ту это круто. Вот какой... Давайте... Тогда я не буду смотреть. Давайте посмотрим на GTA 5. Давайте посмотрим. Вот у меня там плакатик. Плакатик. И... Конченый Шайни Артикуна на Вэпл. Так, ладно. Эта техника не действует. Нужно что-то новенькое придумать. Так, давайте еще немного опущу. Вот так. Ладно. Я, ребята, не смотрю. Ну кто там? Я еще не смотрю. Я просто вот так боком посмотрю. Нет, еще крутится. Еще крутится. Вроде уже остановился, да? Кто там у нас выпал? Паскуда нам выпала. Ребята, остались два кейса. Три кейса. Я не хочу. Всяк. Ну кто там? Не смотрю. иди в сраку, честно, мью, все, я тебя уже не люблю, хоть раньше ты меня прикалывала, мью, но сейчас ты уже меня бесишь, прям до срачки ты меня бесишь, во последний кейс, аж, ладно, аж аниме-туб выпал, это уже более-менее, ну стой, твой мью, иди в пень, пожалуйста, докручивайся, перекручивайся, Грудон, Райкваза, так, ладно, последний кейс, ребята, нужно уже, в принципе, заканчивать, потому что открытие кейсов уже идет 40 минут, это охренеть просто, я уже и устал, ну ладно, все, все, открываем и иди в сраку, крутится, я так боком смотрю, я вижу, что там крутится, вроде остановился, да, кто там выпал, только пожалуйста, не мью, и не легендарные птицы, я умоляю, ну пожалуйста, ну не то, что я умоляю, пожалуйста, просто бы не хотелось видеть еще раз мью, и еще раз легендарные птицы. Короче, в этой, смотрите, мью, 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 мью. Ладно. Знаете, что я хотел вам сказать, когда я сказал, что я скажу после открытия в кейсах Что я вам говорил, что я вам говорил Перед тем, как мы заканчивали открывать алмазные кейсы И перед тем, как мы начинали открывать изумрудные кейсы Вот в этот промежуток Может это заготовочка, может с этих начальных кейсов нам выпадает что-то нормальное А изумрудных кейсов нам нихрена не будет выпадать Я это цитирую, то что я тогда говорил Я прям как в воду глядел, то нихрена нам не выпало изумрудных кейсов Все, что нам выпало изумрудных кейсов, это конченый Мью, конченые Молтресы, Арти... Нет, да, в принципе, конченые легендары и птицы Единственные, кто нам нормально выпал, это Шайни Мью Ту С 20 кейсов нам единственный, кто выпал, ну такой нормальный, это Шайни Мью Ту Все Ну ладно, ребята, давайте уже, в принципе, на этом мы будем заканчивать Я надеюсь в этих открытиях кейсов, когда мы еще в следующий раз будем их открывать Что в следующем открытии кейса нам уже наконец-то выпадет и Шайни Доротини, и Шайни Риолу, и Шайни Белдум И хотя бы обычная Райкваза и Грудон Честное слово, ребята, я бы уже сильно хотел Но ладно Будут ли открытия кейсов еще, зависит только от вас Я, ребят, вам еще раз повторю, давайте мы наберем еще раз 1000 лайков за то, что, в принципе, нет, не за то, что еще раз А давайте мы наберем 1000 лайков за то, что серия, офигеть, какая долгая получилась За то, что все-таки я собрался с силами и открыл 80, мать его, кейсов И если вы хотите видеть следующую серию открытия кейсов, уже завтра И также я еще раз повторю, ребята, набираем 800 лайков, в следующий раз открываем, сколько там, каждый кейс по 10 штук Набираем 900 лайков, открываем каждый кейс по 15 штук Набираем 1000 лайков, открываем каждый кейс по 20 штук То есть еще раз 80 кейсов Это, ребята, зависит только от вас Я еще раз говорю И, в принципе, на этом мы будем заканчивать Если ты хочешь со мной пообщаться, все, что тебе требуется, это просто-напросто оставь свой комментарий с каким-то вопросом, советом, пожеланием Я постараюсь его прочитать и также ответить на него В чем? В смысле, пообщаться с тобой И я буду рад каждому новому подписчику, который на меня подпишется Я еще раз говорю, прокрутите вы колесико-мышки вниз и просто нажмите на кнопку подписаться Может, вы думаете, что вы подписаны, но вы забыли подписаться Я не знаю, честно, ребята, я буду очень сильно рад, если вы вот это сделаете Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока